Мы тонем в море беженцев. Очередное великое переселение народов. Подобные фразы все чаще можно услышать от европейцев. Как от простых граждан, так и от чиновников. Количество беженцев, устремившихся в Европу с Ближнего Востока, уже идет на сотни тысяч. Старушка Европа захлебывается в этом человеческом потоке, выплеснувшемся на ее берег. Добрый вечер. Новое великое переселение народов происходит на наших глазах. И как во все времена, оно идет с востока на запад. На этот раз это не гунны или другие кочевые народы Великой Степи. На этот раз это представители Ближнего Востока и Северной Африки. Обывателю все происходящее может показаться простым стечением обстоятельств. Но это далеко не так. И чтобы в этом разобраться по сути, надо понять одну вещь. Идет глобальное переустройство мира. Каким мир станет в конечном итоге, сейчас сказать трудно. Но точно одно. Он никогда не будет прежним. Процесс переустройства мира был запущен транснациональной элитой, цель которой взять под контроль человечество. При этом, очень сильно сократив его численность, для притворения этого плана в жизнь на вооружение взяли концепцию управляемого хаоса. По многим причинам кризис в Америке неизбежен. И в США это слишком хорошо понимают. Но при этом Америке не хочется терять контроль ни над собственным населением, ни над остальной частью мира. Чтобы сохранить этот контроль, американская элита решилась погрузить весь мир в хаос. Обречь его на борьбу всех против всех. Потому что если мир охвачен хаосом, то США оказываются единственным островком стабильности и спокойствия. И тогда все деньги и ресурсы потекут в эту зону покоя сами собой. Тогда у Америки будет время для переформатирования своей экономики под запросы нового времени. Такова стратегия. Друзей в этом новом мироустройстве у американской элиты нет. Хаос Америка будет сеять везде, в том числе в Европе. Она никогда не позволит Европе выйти из-под своего контроля. Направлением главного удара выбрана романо-германская часть Старой Европы. Ведь именно ее американцы обвиняют в связях с Москвой. А как все лихо начиналось? Зажгли огонь оранжевых переворотов в исламских странах. Часто вспоминаю, как горе-эксперты в один голос твердили, что это все самостоятельное пробуждение исламского духа. Что Америка и западные спецслужбы не имеют никакого отношения к этим всплескам протестной энергии населения Ближнего Востока и Северной Африки. Но как говорится, по плодам их узнаете их. Под песни про демократию западные агрессоры принесли в эти регионы кровь и разруху. Где убили, где просто сместили руководителей стран, не всегда демократичных, но сохранявших прочную стабильность на вверенной им территории. Они худо-бедно развивали свои страны, повышали качество образования, медицины, промышленности. Та же Ливия была богаче многих стран Европы. Потом туда прилетели истребители, неся на своих крыльях тень хаоса. Красиво поданного под соусом демократии и защиты прав человека. И буквально за несколько недель вбомбили Ливию в средневековье. Ровно то же самое сейчас пытаются сделать с Сирией. На счастье Асада Россия заняла твердую позицию. Получив такую поддержку, Сирия уперлась и не дала себя опрокинуть. Сирия живет и сражается. Блицкрик не удался. Но на то стратегии и являются стратегами, что продумывает несколько вариантов развития той или иной ситуации. И следующий ход американских игроков не заставил себя долго ждать. Был нанесен удар по старушке Европе. Европа начала высказывать свою точку зрения и попыталась договариваться с Путиным. Пошел даже разговор о снятии санкций. Мол, они ударяют не только по России, но и не в меньшей степени по Евросоюзу. Американцы ответили сразу. Поток беженцев, устремившихся в Европу из стран, в которые США совсем недавно принесли демократию и свободу, это американский ответ. Американские НКО помогают деньгами всем желающим поехать в Европу. Наводнение Европы беженцами преследует сразу несколько целей. Первое – это ослабление Евросоюза. Второе – дестабилизация Европы, поскольку на ее территорию забрасывается огромное количество боевиков, готовых на все. Европы буквально наводнят исламизмом в его самых радикальных формах. Это цели, лежащие на поверхности. Можно предположить и больше – это операция, направленная на то, чтобы спровоцировать ответную реакцию, сутью которой будет пробуждение в европейцах национализма в его крайних формах. Казалось бы, при чем тут нацисты? Как беженцы с Востока могут разбудить в европейцах дух нацизма? А все очень просто. Наводнив Европу чужестранцами, США планируют сначала вызвать, а затем подхватить протестную энергию жителей Старого Света. Бесхребетная политика мультикультурализма и толерантности еврочиновников уже привела к резкому росту правых настроений по всей Европе. И чем больше будет поток беженцев, тем стремительнее будет нарастать протестная энергия европейского населения, обращенная против беженцев. А оседлают эту протестную энергию разного рода нацистские силы, которые жестко оформят образ беженцев как врага. Дело останется за малым – дать этой нагретой протестной энергии массе харизматичного лидера, который начнет бороться с незванными гостями с самыми нетолерантными методами. Бывают миграции, в основе которых лежат естественные причины. Но то, что сейчас происходит, не является естественным процессом. Во-первых, американцы сознательно разрушают привычный ход жизни и уничтожили домашние очаги целых народов, которые теперь вынуждены перебираться в Европу. Во-вторых, Турция, как партнер США, осуществляет логистику по переброске беженцев из той же Сирии в Европу. Как я уже сказал, американские НКО помогают деньгами всем желающим поехать в Европу. В-третьих, ни для кого уже не секрет, что ИГИЛ является проектом американских спецслужб. Руководство ИГИЛ сформировалось под американским контролем из бывших офицеров иракской армии в лагерях для военнопленных. Их обучили, накачали ресурсами, разведывательной информацией и прочим. Создан инструмент для сброса стран и народов в воронку хаоса и неразвития. Как действует ИГИЛ на Ближнем Востоке, мы видим каждый день. К сожалению, скоро мы увидим, как ИГИЛ начнет раскачивать ситуацию в Европе. Понимают ли это европейские лидеры? Думаю, да. Но они сейчас в роли той умной собаки, которая все понимает, но сказать ничего не может. Осознать до конца, чем чреват наплыв беженцев в Европу, пока невозможно. Но ситуация уже сейчас напоминает закипающий котел. Создается впечатление, что крышку котла скоро сорвет. И тогда Европа погрузится в хаос, чего собственно и добивается ее старший заокеанский брат. В эфире была программа Политинформация. До скорых встреч!